Ку-ку, чуваки. Все мы знаем про игрульки, где нужно по сторонам пил-пил-пил делать, или же, как их принято называть, шутеры. Чтобы сделать свой шутанчик качества чуть лучше просто в школьной столовке, нужен не один месяц работы над ним. Но так как этим временем я не обладаю, у меня на всё про всё будет примерно минут 30, и за это время мы должны сделать полноценную игру. Начнём по старинке с уровня, я уже примерно представляю, как он будет выглядеть. В самом конце нас будет ожидать что-то типа босса, перед которым всякие шмакодявки будут у нас перед глазами мельтешить и мешать нашему прохождению. Вот тут, например, дабы не превращаться в разобранную котлету, игроку придётся немножечко попрыгать. На пиле будет полигон коллайдер, который будет автоматически нужной нам формы. Просто перепрыгивать неинтересно, немножечко усложним задачу и сделаем хреновину, которая своим хаотичным движением будет мешать нам просто перепрыгнуть и заставит нас ловить тайминги. На вот эту штучку нам ещё нужно кинуть в Риджет Бадди с Боди Тейп Кинематик, чтобы она при нашем с ней столкновении снесла нас нахер. Чисто для удобства сделаем пустые объекты, которые будут что-то типа папочек с игровыми объектами. Теперь сделаем противников, которые как кладмена будут шастать туда-сюда, якобы просто наслаждаясь видом вокруг них. Полигон коллайдер в принципе ставить можно везде, нахер эти сложности, если есть идеальный вариант. Также не забываем про физику, а также не забываем менять Боди Тейп на Кинематик. Так как задача сделать что-то приближённое к настоящей игрульке, мы должны дать анимацию нашим противникам. С летающим Чувырлом ничего нового, всё то же самое, что и с надземным. Теперь главный герой. Шкет будет выглядеть как типичный Дед Инсайд, имеющий всю херню по типу коллайдера и Риджет Бадди. Но помимо этого всего у него в комплекте будет ещё прицел и точка, из которой будет вылетать пулька. Добавим две картинки, которые будут отображать сколько у этого клоуна ещё осталось сил делать всякую херню, а также сколько у него там по хп. Пока будем держать интригу с кодом для игрока и так далее, начнём пока что с вращения этой мясорубки. Пока что не будем юзать магию и всё такое, скорость вращения будем выставлять в сцене и каждую секунду будем вращать эту дичь, вот всё. Кидаем наше освежающее творение на префаб, ставим скорость и тестим. Всё превосходно, на этом, пожалуй, можно уже и закончить. Теперь реализуем движение для всего, что будет двигаться, кроме игрока. Короче, тема такая, мы через сцену будем создавать сколько нам угодно точек маршрута, по которым он будет непосредственно двигаться. А также мы будем вставить свою скорость движения от одной точки к другой. По умолчанию сделаем каждому по две точечки, в дальнейшем мы сможем это уже изменить. А в сцене уши мы перемещаем эти точки куда нам собственно нужно. Запускаем, всё работает, даже поворачивается в нужную сторону. Теперь этого мафиози научим бегать, прыгать, убивать и так далее. А им это наш прицел, он будет находиться там, где находится наша стрелочка. При нажатии на ЛКМ мы будем стрелять. При пробелии и нахождении на земле мы будем его швырять вверх и очищать лист коллайдеров, на которых он сейчас стоит. Ибо идти по воздуху он особо не начал стоять вроде как не должен. После сделаем движение по сторонам, а также поворот в нужную сторону. Чтобы он не падал на землю со скоростью пёрышка от подушки и во время полёта не мог сделать плюс 100-500 дел. Во время его ненахождения на земле будем менять гравити скилл на пятёрочку. А вот когда он снова на земле будет, мы будем менять его обратно. Теперь вот эта математическая херня, которая будет крутить точку выстрела в сторону мышки. Если мы оффник-неудачник и нам умудрились надавать звезду лейта, мы перезапускаем уровень. Также когда нам вмазали, мы будем мигать как новогодняя ёлка на небольшой промежуток времени. Также в случае если у нашего игрока, к сожалению, недостаточно IQ отойти от херни, которая нам нанесла урон, спустя времени она нам повторно нанесёт этот же урон. Также если мы находимся очень низко, даже ниже, чем наша самооценка, или же, ну, типа, выпали с уровня, то мы опять будем перезапускать уровень. Когда мы с чем-то соприкасаемся, мы будем добавлять коллайдер этого чего-то в лист коллайдеров. Нам вообще поставить, что это за объект. Ну, это будет гласить о том, что мы, типа, на чём-то находимся. А если это что-то ещё и имеет клеймо в виде тега дамаг, то мы запустим метод получения урона. Теперь сделаем это же, но наоборот, если мы отцепились от платформочки. Также не забываем проверять, есть ли коллайдеры, на которых мы сейчас стоим. Если хоть один есть, то граунд равняем ТРУ. А если ничего нету, то равняем НЕТРУ. В выстреле, если у нас есть энергия совершить выстрел, то мы стреляем пулькой, которая находится и повёрнута точно так же, как и точкой, из которой она вылетает. И при этом всём не забываем с нашего счёта списать столько, сколько мы уже успели настрелять. В методе дамаг снимаем одну хпшку, немного стираем полоску хп и обновляем таймер мерцания. Прежде чем всё это затесить, сделаем скрипт для камеры. Она просто постоянно будет преследовать нашего игрока через вектор 3 точечка лерпы, при этом не изменяя свою позицию по Z. Подключаем всё, что нужно, и теперь вот можно затестить уже этот киберпанк. Прицел двигается, стрелять мы не можем, ибо пока нечем. Прыжок, движение всё работает. На урон нам, конечно, пока что посырать, ход на циркулярку с жопой сядем, вообще пофиг. С соперникам, если что, пока что тоже всё добалдита, да и нам так-то нечем им обидно сделать, разве что сказать, что Деда Мороза не существует, и на этом пока что всё. Нашей пулькой будет белый кружочек с триггерным коллайдером и физикой, и отдельным кодом. Эта штукенция будет постоянно лететь вправо, а так как при старте она повёрнута как точка выстрела, она будет лететь под специальным углом. Тестим, всё работает, мы можем пулять, немножечко попаркуруем, чтобы попантоваться перед соперниками, и продолжим делать шедевр. А вот сейчас у нас как раз начнётся боевик, сделаем так, чтобы все могли получать урон, начнём с соперников. Код будет похож на код игрока, а не как у полицейской тачки мы возьмём оттуда. Реагировать на урон он будет через соприкосновение с триггерным объектом, имеющим имя Буллет. Собственно, на этом по коду у нас всё. Кидаем скрипт кому нужно, и не забываем дать нужный тег, чтобы игрок не был исключением среди жертв эпичных боёв. Также даём тег дамаг всем объектам, которые могут наносить урон игроку. Также в конце уровня сделаем что-то типа финального босса, и попробуем пройти этот шутер. Попрыгаем по бензопиле, чтобы удостовериться, что урон мы получаем, и отправимся давать 7 звездюлей. Прости, чувак, но тебе нужно грохнуть. Ещё один кандидат нахер исчезнуть. Лестница за 80 рублей, и два чмошника, которые ходят территорией метят. А вот этот самый клоун, который типа супер-босс этой игры, но чё-то при виде него хочется на лечение ему скинуться. Ура, я прошёл, блин. Ну да, это было, конечно, сложно. Шутер получил всё то, что нужно, однозначно лайк. Собственно, на этом всё. Если ты досмотрел до этого момента, знай, теперь у тебя на 9 IQ больше. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайкосики, а также подписываться. Пока, давай, и до скорых встреч.